Здравствуйте, уважаемые зрители! Эту тему мне предложил один из моих зрителей. Тема очень интересная, он предложил посмотреть и прокомментировать одно видео. Видео одного блогера, который также занимается охотничьими законами. А суть заключается в чем? Все мы, охотники, знаем с вами, что мы можем находиться в охотничьих угодьях с собаками. Я внимательно посмотрел, и мне немножко стало непонятно. Все-таки о чем это видео? То, что там было изложено, что охотника наказали за то, что у нее собака была на привязи. Я не очень принял на веру и попросил, чтобы мне по возможности показали или прислали решение Верховного Суда. Автор прислал мне решение Верховного Суда и решение областного суда. Ну, всех я подробностей не знаю, но исходя из того, что я прочитал в этих решениях, картина складывается такая. В январе прошлого года охотник из Пензы находился в охотничьих угодьях с собакой-лайкой. Собака-лайка была на привязи. Приехал охотный инспектор и составил на него протокол. Так вот, если смотреть видео, то получается, что из видео протокол был составлен за то, что он находился с лайкой в охот угодьях, несмотря на то, что она на привязи. Но когда я почитал решение судов, я понял, что наказали это совсем за другое. Ну, так как наказали лишением права охоты, естественно, охотник не согласился и обжаловал это решение сначала в районном суде, потом в областном и потом дошел до Верховного Суда. Во всех инстанциях он проиграл. Это не говорит о том, что у охотный инспектор во всех судах все схвачено. Скорее всего, просто охотный инспектор очень грамотный. Он в правилах охоты заметил такую деталь, на которую практически вообще никто, ни из блогеров, ни из охотников, не обращает внимания. Сейчас я поподробнее на этом остановлюсь. Охотник в своих жалобах ссылался, что он не нарушал пункт 59 правил. Собака у него находилась на привязи. А значит, он не охотился, значит, он был не на охоте и он не обязан охотинспектору был показывать документы. Но протокол был составлен по статье 5.3 непредоставления государственному инспектору документов на право охоты. И наказание было вынесено по статье 1.3 ст. 8.37 нарушения правил охоты Административного кодекса Российской Федерации. О чем говорит эта статья? О том, что за невыполнение законных требований государственного охота инспектора, производственного инспектора, по этой части 1.3, охотник лишается права охоты сроком от 1 года до 2 лет. Другого наказания по этой статье нет. И что получается? Конечно, я не видел протокола, я не видел видеозаписи, но по моему мнению получилось так, что охотник, считая, что он находится не на охоте, он отказался предъявлять охотинспектору документы. И на этом основании охотинспектор за это на него составил протокол. В комментариях решения судов, что областного, что верховного, я прочитал именно эту формулировку, которую я вам сейчас сказал. Также я там прочитал, что суды ссылаются на приравнение. Вот то, что я в предыдущих роликах всем говорил, что приравнивание и нахождение в охотничьих угодьях, что обозначает, и мне возражали, что это мои фантазии, это я напридумывал, на самом деле это не так. Так вот, Верховный суд считает, что это именно так. В правилах как написано? Нахождение собаками охотничьих пород приравнивается к охоте. И суд не различает, собака бегает, или она на привязи, или она в машине. Если охотник находится с собакой охотничьей породы в охоту угодьях, это приравнивается к производству охоты. А раз это приравнивается к производству охоты, то согласно правилам охоты, охотник обязан по требованию государственного охотничьего инспектора предъявить документы на охоту. В данном случае он должен был предъявить охотничий билет, и если бы собака у него бегала по лесу без привязи, то он должен был предъявить путевку на охоту, или путевку для натаски охотничьих собак. Но так как собака у него была привязана, эти документы он предъявлять был не обязан, но охотничий билет он был обязан предъявить. И как я понял из решения суда, охотник отказался предъявлять эти документы, и это было зафиксировано на видеокамеру. На основании этого был составлен протокол, и этот протокол прошел все инстанции, и постановление о лишении его права охоты Верховный суд признал законным. Еще раз повторяю, что нахождение в охоту угодьях приравняется к производству охоты, будь это орудие охоты, или это капканы, или это оружие огнестрельное, или это собаки, ловчие птицы. Если в правилах написано, что нахождение с ними приравняется к производству охоты, то значит вы находитесь на охоте, и дальше все вытекающие последствия. Поэтому делайте выводы, изучайте правила. Но линия поведения охотника на судах была неправильная. Он изначально пытался доказать то, за что его не наказывали. И поэтому все его доводы отклонялись, а доводы охотинспектора, который грамотно к этому делу подошел, были услышаны и приняты судом как правильные. Что еще важно? Этот суд обнажил такую проблему, которая редко где-то же упоминается. Что такое собаки охотничьих пород? Нигде в законодательных документах нет перечня собак охотничьих пород. В общем, мы, конечно, знаем, что это легавые, спаниели, гончие, борзые и так далее. Но нормативного акта нигде нет. Но охотник, видимо, об этом не задумывался, когда обжаловал свое постановление, как он считал незаконно, что его лишили права охоты. И поэтому он об этом не говорил. Назвали лайка, значит, у него лайка. Он с ней ходит на охоту. Скорее всего, у него этой собаки была родословная, в которой написано, что это порода лайка. Какая там западно-сибирская или русская лайка. Неважно. Но вообще, должен быть перечень этих собак. И по-хорошему, в законодательстве не должно такого быть собаки охотничьих пород. Вот я до этого снимал ролик про Норвегию. Там отдельный закон о собаках, который запрещает всем собакам находиться в охотугодиях, независимо от породы, с 1 апреля и, по-моему, там по 20 сентября. Пока растет молодняк, ни одна собака не должна находиться в охотугодиях. И все, вопросов не возникает. Это не правило охоты, это закон о собаках, о содержании собак. И все жители об этом законе знают. И нельзя будет ссылаться, что я не охотник, мне это не интересно, я этого не знаю. Тут же параллельно возникает вопрос. А если человек идет не с собакой охотничьей породы, просто гуляет, у него какая-то дворняга или баллонка, или так далее, получается, он ничего не нарушает. Хотя эта дворняга может охотиться и, как говорится, уничтожать все живое гораздо лучше, чем собака охотничьей породы. Теперь такие случаи, когда человек абсолютно не охотник, но он завел собаку, допустим, охотничьей породы, спаниеля или ту же лайку и так далее. Он понятия не имеет, что такое охота, и ходит гуляя с этой собакой. Его уже по части 1.3 ст. 8.37 не наказать, его не лишить права охоты, потому что он этим правом не обладает. То есть на него надо составлять протокол, уже по другой статье. И это тоже проблема, об этом тоже никто не говорит. И все, вся доковырка именно в том, что нет у нас общих правил содержания и выгула собак, которые все бы предусмотрели. А правила охоты не знают все жители. Хотя, конечно, по закону у нас незнание законов не освобождает от ответственности. Всего доброго, спасибо за внимание, задавайте вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова